Добрый день, я решил назвать это видео «Новая жизнь». Итак, письмо. У меня в жизни в последние несколько лет произошла масса изменений, да я и сам серьезно изменился. Но от прежней «жизни» осталась в голове масса установок и желаний, которые срабатывают непроизвольно. Или, не так, представим, что меня спрашивают, что я хочу, к чему стремлюсь. Я с уверенностью отвечаю, такой-то набор тезисов в цели. Но когда все это сталкивается с реальной ситуацией, я понимаю, что на самом деле хотел совершенно другое. Это мне просто не нужно, неинтересно, бесполезно. Иногда это раздражает, заставляет распыляться, тратить силы и время в ненужном направлении. Как обновить набор тезисов в голове, чтобы он совпадал с нынешними желаниями и потребностями? Итак, как обновить набор тезисов в голове или «Новая жизнь»? Если мы говорим о серьезных изменениях в жизни, в связи с чем они произошли, правда, неизвестно, то понятно, что человек, вступая в новую фазу, новый этап своего жизни, своего развития, получает какие-то новые задачи, требования, тезисы. И его прежний стереотип поведения, его прежние социальные роли, может быть, если речь идет про это, его образ мышления, может быть, речь идет про это, они, конечно, будут давлеть и проявляться в той или иной мере. Так, допустим, ну и стало простое, если пример привести, да, человек резко поменял социальный уровень. То есть, если раньше он общался в среде людей с низким уровнем достатка, постоянно выпивающих, живущих на общественном дне и ведущих такой маргинальный, полумаргинальный образ жизни, и вдруг в один момент он оказался в какой-то совершенно другой обстановке. То есть, он оказался в среде интеллектуалов, в среде высокообеспеченных людей, в среде людей, интересующихся культурой и искусством, то ему, конечно, будет сложно. У него не будет соответствующего лексикона, у него не будет соответствующих навыков, у него не будет того, того, того и того. И в своем поведении, в своих действиях в нем будет проглядывать вот этот вот социум, в котором он жил ранее. Я не говорю о том, что это вот у данного конкретного автора письма такого вот проблемы, но просто, чтобы было что-то более-менее конкретное, о чем можно было бы говорить. Итак, если мы наблюдаем значительные, серьезные изменения как в окружении человека и в его личности, то мы наблюдаем некий конфликт прежнего опыта, прежних навыков, прежних тезисов, прежних социальных ролей с текущими то же самое фактами, то есть социальными ролями, с текущими потребностями, необходимостями, задачами, целями и так далее, и так далее, и методами и достижениями. Что делать? Ответ можно дать одним словом – учиться. Естественно, что перейдя из одного статуса в другой, независимо от того, какие именно статусы у вас поменялись – социальные, экономические, личностные, культурные и так далее, вы получаете ту среду, в которой вы еще не адаптированы. Поэтому вам надо, на мой взгляд, ну опять-таки, вам надо решать вам, что вам надо, а что не надо. Как мне представляется, здесь наиболее правильно будет пытаться научиться правильным реакциям, правильному поведению, правильным шагам. Ну и то же самое касается задачи и целей. Если раньше вы сходу их выдавали из головы, и вам для этого не надо было задуматься, то сейчас придется для этого приложить чуть больше времени и усилий. Опять-таки, как это сделать? Можно это пытаться делать все и просто в голове. То есть, для себя четко сформулировать какие-то этапные задачи, задачи, которые вы достигаете в ближайшую неделю, в месяц, две недели и так далее. И какие-то конечные цели. Опять-таки, смотрим видео про целеполагание. Ссылка на экране. Либо можно сделать это и в письменном виде, то есть расписать более детально, как вы изменили, что вас изменилось, какие конкретно личностные черты или какие характеристики вас, как соцобъекта, изменили за это время, что именно из ваших целей, задачка кардинально поменялась, какие именно моменты в своем поведении или в своих навыках вы хотели бы изменить. То есть, сформулировать это все в письменном виде. Более подробно, менее подробно, в виде таблицы, в виде сплошного текста, в виде графика, либо вообще хотите написать огромную монографию по этому поводу, тоже может быть неплохо. То есть, систематизировать эти самые изменения, которые с вами произошли. После того, как вы систематизируете изменения, которые произошли, либо которых вы хотите достигнуть, я думаю, что это имеет смысл делать и то, и то, и то, и то, и то. Необходимо выделить факторы, которые а. способствуют достижению поставленных целей и задач, б. которые препятствуют достижению этих целей и задач. То есть, препятствуют тем изменениям, которые вы хотите получить. После этого, соответственно, вы отдельно расписываете, либо просто формулируете для себя, как вы будете в повседневной жизни эксплуатировать те моменты, которые способствуют достижению задач и целей. И как вы будете избегать, каким образом вы будете нивелировать те моменты, которые препятствуют вашему движению вперед. Либо это выработка другого лексикона, другого словарного запаса, либо это обучение каким-то навыкам, либо это изменение стиля одежды, либо это, ну опять-таки, здесь можно говорить до бесконечности. Вы не указываете конкретику, в чем именно произошли изменения, какие бы конечных итогов вы хотели бы достичь, или к чему вы сейчас двигаетесь, опять-таки. Поэтому я говорю вообще на предмете, например, вот такого вот резкого перемена социальных слоев. То есть, если произошли резкие перемены, и вы за своим старым набором тезисов, навыков, умений в новые обстоятельства вписываетесь плохо, либо недостаточно хорошо, то вам необходимо учиться. То есть, осваивать новые методы, новые ходы, новые варианты взаимодействия, при этом четко разделив, что у вас было, что у вас будет, то, что у вас есть на настоящий момент, что у вас будет, что вы хотите достичь, что вам помогает, что вам мешает. Как вы используете то, что вам помогает, и как вы нивелируете, ликвидируете, убираете то, что вам мешает. Вот приблизительно таким образом, по крайней мере, то, что я могу ответить на ваш вопрос. Извините, что недостаточно конкретно, но и вопрос был тоже весьма общий. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего. Спасибо. Спасибо.